всем доброе утро меня зовут ирина я представитель компании за эти с ветеринарный врач очень рада сегодня иметь возможность обсудить с вами два наших препарата это симпарика я по кв я уверена что вы с ними знакомы наверняка работаете и надеюсь что что-то новое интересное возможно сегодня удастся мне для вас рассказать и так конечно в практике ветеринарного врача каждый доктор встречается с пациентами зудом с пациентами с аллергическими реакциями неважно дерматолог это ли не дерматолог имеет ли клиника специализированные узкоспециализированных специалистов то есть каждый из нас встречается с такими пациентами и мы знаем что существует стандартный подход к диагностике такого пациента пациента зудом это четыре основных ступени которые мы обычно которых мы придерживаемся то есть первое что нужно исключить само собой это паразиты следующий этап идет инфекционные заболевания кожи ты бактериальные грибковые после чего исключается пищевая аллергия да то есть очевидны в принципе вещи о которых мы с вами знаем ну и как диагноз исключения уже ставится топический дерматит вопрос другом в чё что же изменилось вообще в мировой практике в подходе к пациенту зудом по данным американской ассоциации ветеринарных дерматологов то есть то что я сейчас вот буду дальше рассказывать это как раз данный вот этой ассоциации имея в своем арсенале препараты не совсем скажем так безопасные да такие как кортикостероиды врач не всегда знал в какой момент ему начать терапию симптомов заболевания то есть снять зуд снять воспаление и как правило эти подходы уже ставились после того как поставлен основной диагноз то есть получается что потребность пациента и потребность врача она не всегда совпадала клиент хочет чтобы облегчение быстрее наступило дать врачу важнее поставить диагноз чтобы не была смазана картина и имея сейчас в своем арсенале новые препараты такие как а по квел в том числе да но у наших западных коллег есть еще другие ряд у нас они тоже надеюсь скоро появятся но пока мы говорим об а по квеле мы имеем возможность на раннем этапе обращения такого пациента в клинику облегчить его состояние облегчить симптомы успокоить так называемые американские эмоциональные горки до у клиента чтобы он чувствовал себя хорошо доверял врачу и соответственно врач имеет возможность в комфортных условиях продолжать диагностику что показывают исследования опросы среди владельцев животных имеющих собаку с аллергической реакцией очень большой процент таких пациентов порядка 88 процентов владельцев прежде чем прийти в ветеринарную клинику начинает искать решение самостоятельно да то есть для кого из нас это не секрет они обращаются в интернет на форумы в зоомагазины куда угодно то есть пробуют различные методы корма там все что угодно и только после этого когда не находят решение самостоятельно и большинство из них уже идут ветеринарную клинику то есть они уже готовы нормально качественно лечить животное и конечно не ожидают от врача получить решение быстро и желательно да чтобы какое-то чудо препарат ему назначили и если они этого решения не получают то есть получают они расстройство недоверие разочарование и начинается вот этот вот поход по клиникам поиск врачей постоянно пациенты начинают бегать от врача к врачу и процент этот конечно очень большой 88 процентов при этом очень важная составляющая выстроить выстроить отношения врач клиент доверительные отношения это как раз предоставить то решение которое ищет ваш клиент что изменилось в практике подхода к пациенту то есть если раньше имея в своем арсенале только гормональные препараты врач назначал их либо в конце после того как поставлен уже диагноз либо либо во время но получал опять же побочные эффекты и прочее то сейчас рекомендуется еще раз повторюсь это американская ассоциация ветеринарных дерматологов подходить к такому пациенту с облегчения симптомов с облегчения зуда и лишь потом уже начинать диагностические исследования и важный момент да то есть появилось долгосрочное решение то есть для пациентов с хронической аллергической реакцией такой как например атопический дерматит важно подобрать схему лечения которая обеспечит длительное облегчение и длительный контроль симптомов заболевания ну теперь немножко поговорим непосредственно о препаратах которые могут помочь в облегчении симптомов аллергии перед тем как к этому перейти я предлагаю вспомнить немного патогенез развития симптомов при аллергии воспаление и зуда естественно все начинается с того что аллерген попадает в организм здесь на этом примере попадание происходит через кожу кожный барьер у животных с аллергической реакции естественно нарушен и в процессе развития симптомов он все изменение кожного барьера но прогрессирует легко очень проходит аллерген причем неважно каким образом он поступает в организм это может быть и через лизистую желудочно-кишечную и через кожу он захватывается клетками макрофагами в данном случае клетки лангерганса и презентуется т-лимфоцитом после организм уже сенсибилизированный поэтому реакция происходит достаточно быстро практически там молниеносно т-лимфоцит реагирует на этот аллерген начинает выделять белки белковые компоненты интерлейкины цитокины белки мессенджеры свою очередь они делятся на две группы это интерлейкины вызывающий зуд интерлейкин 31 до он связывается с рецепторами клетках нервных окончаний в коже и передает сигнал центральную нервную систему обратной реакцией собаки возникает зуд расчесы и все вытекающие отсюда последствия вторая группа цитокинов называется провоспалительные их несколько до в основном четыре вида они связываются с рецепторами таких клеток как нитрофилы и зенофилы моноциты тучные клетки про спровоцируют выработку гистаминов прольферацию клеток крови то есть вызывают развитие воспалительной реакции и все симптомы кроме зуда который мы с вами наблюдаем отек покраснение утолщение кожной складки да все это связано как раз таки с действием вот этих провоспалительных интерлейкинов то есть видно что на действия нервных клеток что на запуск воспаления основную роль играют как раз таки цитокины и образуется так называемый порочный круг основной задачей ветеринарного врача является этот круг разорвать потому что чем дольше мы не берем под контроль аллергическую реакцию тем больше прогрессирует заболевание все мы об этом прекрасно знаем как это происходит на уровне клетки цитокин связывает передает сигнал в клетку путем связывания с рецептором то есть это специфические рецепторы называются они цитокиновые происходит связь интерлекина с этим рецептором он идет его возбуждение передается сигнал на внутреннюю его часть фермент который называется янус киназа то есть вот он на внутренней части рецептора находится и сигнал соответственно проходит дальше активируется цепочка последующая и на уровне днк клетки на уровне ядра происходит изменение и функции зависимости от того о какой клетке идет речь это может быть формирование нервного импульса если речь идет о нервной клетке до соответственно возникает зуд это может быть выработка иммуноглобулинов если речь идет о плазматических клетках пролиферация нейтрофилов резинофилов если все таким связывается с ними то здесь все зависит от того с каким видом клеток идет связывание цитокина то есть это так вот кратко о том как развиваются симптомы при аллергической реакции чтобы было понимание в последующем как действует например а по квел то есть к этому мы сейчас еще вернемся к сожалению до сих пор в нашей практике наши отечественные коллеги самый из часто используемый препарат для снятия симптомов аллергии остается кортикостероид к счастью у западных коллег уже меньше и меньше до используется кортикостероиды с появлением препаратов нового поколения но у нас к сожалению еще довольно часто при этом эффективность облегчения зуда не такая уж и стопроцентная то есть порядка от 30 до 80 процентов зависимости от исходного состояния но при этом 55 процентов владельцев отмечают наличие побочных эффектов это не связано с длительностью курса конечно короткие курсы более редко до встречаются побочные эффекты они не такие серьезные но при этом все равно полидипсия полиуре полифагия тут три основных побочных эффекта на короткие курсы о них владельцы как правило ветеринарному врачу вообще не сообщают то есть они имеют поэтому часто в своей работе мы сталкиваемся с тем что врачи нам говорят смысл нам назначать а пока мы назначим коротким курсом гормоны они нормально то есть короткий курс ничего нам никаких побочных эффектов не дает есть просто статистика вот это надо врача к сожалению не доходит поэтому кажется что это все безопасно еще одним из основных нарушений на прием гормонов является изменение поведения у собак то есть 35 процентов собак на кортикостероидах именно на коротких курсах кортикостероидов меняют поведение то есть это агрессивность трусливость и начинают охранять там миску с едой менее игривыми да то есть тоже не очень приятные для владельца проявления которые хотелось бы избежать и около 60 процентов собак имеющих побочку на гормоны имеют один или более побочных эффектов чем длительнее курс кортикостероидов тем больше вероятность развития серьезных побочных эффектов практически каждая система организма может страдать я не буду перечислять сейчас все побочные эффекты все вы знаете прекрасно да какие они бывают это и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта болезнь кушинга остеопорозы и так далее это довольно много список может быть очень длинным конечно если есть возможность избежать избежать приема стероидов это всегда хорошо компания за эти с очень рады иметь в своем портфеле такой препарат как опоквел это новое поколение относится он группе ингибиторов яну скиназы действующее вещество у него клацетинит как действует опоквел то есть мы с вами уже посмотрели что происходит на уровне клетки после того как аллерген при попадает в организм что делает опоквел как только цитокин связывается с рецептором для опоквел связывается с ферментом яну скиназа на внутренней части рецептора и не дает возможности передать ему сигнал дальше в клетку соответственно сигнал об аллергене не передается клетка функцию свою не меняет симптом не запускается другие виды рецепторов клетки работают нормально физиологическом режиме клетка не выключается с процесса полностью да то есть мы ее не блокируем процесс этот обратим опоквел действует в течение 24 часов то есть после того после суток проводимость вот этих ферментов она восстанавливается это тоже плюс для того чтобы вы могли иметь возможность быстро выключить терапию или включить ее обратно то есть это одно из преимуществ опоквела с одной стороны он действует на патологический процесс непосредственно это нам дает эффективность препарата с другой стороны это обеспечивает его безопасность опоквел не влияет на функцию т-лимфоцитов он не влияет на их количество он не влияет на выработку цитокинов непосредственно то есть он просто не дает все таки ну передать сигнал дальше внутрь клетки это действие на клеточном уровне то есть яну скиназа это фермент который блокирует опоквел их на самом деле 4 опоквел селективный препарат и действует он преимущественно первую третью яну скиназу это как раз те которые отвечают за развитие зуда и воспаление дозировка препарата 0406 миллиграмма на килограмм используется он первые две недели два раза в день это для того чтобы снять вот этот острый процесс который уже накопился в организме и разорвать вот этот порочный круг то есть нам нужна большая концентрация препарата дальше с 15 дня мы опоквел используем один раз в день и уже столько длительно сколько это необходимо действие препарата начинается в где-то в среднем в течение четырех часов после дачи таблетки максимальная концентрация в крови меньше чем через час и скорость действия поквела она сопоставима как раз с кортикостероидами действие препарата 24 часа я уже об этом сказала вопрос это тоже важны потому что возникает от врачей часто спрашивают можно ли когда уже наступил эффект когда мы получили должную должный эффект можно ли применять опоквел например раз там в два дня раз в три дня да то здесь нет никакого смысла в этом потому что терапевтическая концентрация упадет и эффективности препарата не будем то есть используется он ежедневно также преимуществом опоквел является то что вы можете его совмещать с любыми препаратами необходимыми для комплексной терапии антибиотики противомикробные противогрибковые до средства нпвс потому что собаки а топики часто пожилые имеют сопутствующие заболевания порно-двигательного аппарата да мы не можем использовать нпвс и совместно с астероидами с опоквелом можем и на фоне опоквела можно вакцинировать по вакцинации тоже чуть ниже у меня будут слайды более подробно я вам покажу исследования которые у нас на этот счет были за счет того что опоквел не влияет на показатели крови не влияет на тестирование на аллергены его можно использовать в момент проведения диагностики то есть вы назначаете опоквел снимаете острую симптоматику и начинаете свою диагностическую работу и минимальные побочные эффекты да они возможны это порядка двух с половиной трех процентов собак которые реагируют на прием опоквела самыми распространенными побочными эффектами являются рвота диарея часто они проходят без отмены препарата в течение одного-двух дней то есть если вы столкнулись с тем что собаки возникли такие побочные эффекты понаблюдайте за ней в течение там одного-двух дней не обязательно препарат сразу отменять можно симптоматическую терапию какой-то назначить не даже без нее часто это все проходит если мы будем сравнивать действия поквела с гормонами то тоже у нас есть исследование на этот счет здесь на этом слайде видно что опоквел здесь оценивали водили интерлекин 31 в организм собаки то есть тот который вызывает зуд и соответственно разные группы давали разные препараты группе опоквела зуд через один-три часа значительно сильнее снижался чем например в группе преднизолона две разные были здесь дозировки то же самое исследование было с дексаметазоном да здесь точно такой же эффект то есть степень снижения зуда опоквела было больше через один-три часа после приема чем например у дексаметазона но про плацебо я совсем молчу еще один препарат который используется дерматологии для лечения атопического дерматита это циклоспорин и препарат на самом деле тоже довольно хороший но когда речь встает о том что выбрать для длительного приема у пациента с атопическим дерматитом там опоквел или циклоспорин важно знать определенные нюансы по циклоспорину в первую очередь то что он является иммуносупрессором основная его функция это подавление снижение активности т-лимфоцитов он снижает как количество т-лимфоцитов так и меняет их функцию он влияет на выработку цитокинов он снижает количество клеток лангерганцев кожи это вот именно за счет чего обеспечивается действие препарата скорость также не позволяет скорость действия циклоспорина не позволяет использовать его у собак с острой аллергической реакцией то есть эффект мы увидим не раньше чем там примерно три недели иногда это доходит до 6 недель терапии прежде чем мы добьемся терапевтически значимого снижения симптомов аллергической реакции ну и побочные эффекты встречаются порядка у 30 процентов собак например диарея рвота на циклоспорин отмечается в три раза чаще чем например на опоквел ну и существует ряд других побочных эффектов они менее частые или как это ну менее частые да но тем не менее они возможны и нельзя также его используют совместно с антибиотиками с антимикробными препаратами нельзя вакцинировать на фоне циклоспорина если тоже определенные ограничения его использования какие противопоказания у опоквелла они конечно тоже есть его нельзя применять период вязки беременным лактирующим собакам собакам возрасте до года и веса меньше трех килограмм ну вот что касается категории вес меньше трех килограмм врачи на свою ответственность конечно назначают но у компании исследований на этот счет нет и гарантировать от себя эффективность безопасность для этой категории пациентов мы не можем с осторожностью у собак с демодекозом если в анамнезе есть демодекоз вам необходимо сочетанное использование например таких препаратов как симпарика то есть из оксозолины либо если демодекоз аллергическая реакция сопровождается до плюсом еще демодекоз бедная несчастная собака то тогда сразу начинаем лечение одновременно и с осторожностью у собак с неоплазеями вопросу по неоплазеем тоже у меня чуть ниже будет более подробный слайд по опросу врачей это европейские европейское исследование был проведен опрос ну 132 доктора принимали участие по удовлетворенности использования тех или иных препаратов для животных с логической реакцией то здесь видно что 83 процента врачей вполне себе довольны действием опоквел это довольно хороший показатель я считаю часто возникает вопрос как долго мы можем использовать опоквел насколько длительное лечение вообще оправданно эффективно и безопасно также есть вот у нас публикация которая дает нам возможность отследить пациентов которые применяют опоквел довольно длительно то есть более 200 с лишним собак участвовали в этом исследовании все не всем было необходимо использовать очень долго данный вот если посмотреть есть собаки которые там более трех лет применяли опоквел без перерывов и степень здесь важно даже больше степень снижения зуда то есть от сильного до очень слабого либо слабого бывает тогда что у топика все-таки какие-то остаются небольшие проявления небольшой зуд все-таки присутствует но если сравнивать с первоначальным значением он конечно гораздо ниже также у нас появились новые данные от наших западных коллег по развитию инфекции мочевыделительной системы систем потому что врачи такой вопрос тоже задают и это один из моментов которых боятся то есть боятся что будет развитие циститов у собак принимающие длительную терапию с чем это связано с тем что на длительных курсах например кортикостероидов и циклоспорина субклиническая бактериурия встречается довольно часто да то есть вот в процентном соотношении видно то есть почти там от 18 38 процентов собак на кортикостероидов и порядка 13 процентов собак на циклоспорине проводили исследование на группе apaquela то есть 55 собак принимала участие длительность лечения было от 58 до 280 дней в среднем 195 и брали общий анализ крови до исследования в процессе лечения и окончании лечения использовался метод цвета цитоцинтеза под контролем ультразвука ни одного случая бактериуры и бактериурии на apaquela не отмечалась то есть это тоже вот новые наши данные по барьерной функции кожи эпидермиса у собак с атопическим дерматитом ну и вообще в принципе у аллергиков да эта функция нарушена и также у нас есть исследование вот тут ссылка тоже проведена 2015 года то что apaquela не только предотвращает снижение барьерной функции кожи прогрессирование до ее нарушения но и снижает время повторную сенсибилизацию собак с атопическим дерматитом ну кратенько чтобы что делалось то есть было четыре группы собак две группы группа плацебо 2 группа apaquela 1 вводился внутрикожно аллерген полевого клеща вторая группа использовался я если честно не очень знаю что это за трава bermuda grass я не знаю может быть вы знаете что это за трава но это какой-то новый аллерген да то есть собаки в лабораторных исследованиях сенсибилизировались и они были на группе плацебо на группе apaquela и в группе плацебо период повторной сенсибилизации при введении вот этих аллергенов был в два раза больше в них два раза короче чем в группе apaquela то есть он в два раза увеличивает время повторной сенсибилизации пищевая проба к сожалению до сих пор врачи не применяют apaquela во время проведения пищевой пробы то есть они боятся что не смогут правильно оценить результат правит этого проведения этого исследования и apaquela практически не используют на самом деле это один из препаратов который позволяет вам комфортно про и для владельца и для вас комфортно проводить это исследование но то что мы получаем эффект от диетических кормов не раньше чем через 3-4 недели это нам известно и это в лучшем случае если мы правильно определили что это пищевая аллергия правильно подобрали диету еще подобрали диету без присутствия каких-то балластных там белков да то знаете наверное что сейчас довольно много кормов порядка 30 процентов гипоаллергенных диет содержат в своем составе белки которые не заявлены на этикетке и найти правильную диету тоже не всегда просто поэтому вот этот период когда вы получите снятие симптомов он может затянуться надолго apaquela дает возможность с первых дней этой диагностики снять улучшить качество жизни собаки снять эти симптомы стероиды циклоспорина мы использовать не можем до стероиды во первых они смазывают картину смазывают проявление потом зуда то есть вы не сможете оценить либо это на кортикостероиды был снят зуд либо это на диету и к тому же у них имеется синдром отмены то есть резко отменить мы их не можем то же самое цех с циклоспорином это кумулятивный эффект который не дает нам быстро оценить эффективность диеты и нашей диагностики в этом отношении я пока конечно уникален потому что 24 часа и он уже не работает соответственно вы можете быстро включить и выключить терапию в данный период например назначаете диету то есть две-три недели применяете на ее фоне apaquela как только симптомы все прошли вы можете его отменить и через определенный период через неделю например 2 провести провокацию если симптомы сразу возвращаются после отмена apaquela либо прошел еще короткий промежуток времени хотя обычно там 3-4 недели аллерген должен уже выйти до из организма либо мы тогда ищем другую причину то есть это скорее всего не пищевая аллергия либо диета подобрана не совсем верно то здесь все логично и просто что мешает нашим российским доктором использовать apaquela в том же объеме назначать его также часто как например наши западные коллеги то есть на западе кортикостероиды уже применяют довольно редко в крайних случаях в основном используя apaquela но и там ряд других наших препаратов у нас к сожалению это не так существуют мифы с которыми мы встречаемся ежедневно в своей работе в общении с врачами на форумах на ветеринарных просто кишит все этими мифами вот я постаралась собрать самые основные самые распространенные и по возможности их развеять то есть миф 1 зачем использовать apaquela при острой аллергии тем более при блошином аллергическом дерматите когда мы можем назначить кортикостероид как у меня сказал один из клиентов докторов там три рубля ведро да ну помимо того что мы уже разобрали побочные эффекты на короткие курсы здесь еще и скорость реакции то есть apaquela действует быстрее при блошином аллергическом дерматите в два раза чем например кортикостероиды ну и о том что аллергический блошин и дерматит можно вылечить там за пять дней это тоже определенный миф то есть до трех месяцев бывает до что можно лечить блошин аллергический дерматит до трех месяцев это тоже не быстро то здесь не речь не о коротких курсов все-таки гормонов вот миф номер два то что apaquela смазывает показатели при проведении диагностических тестов тоже было у нас исследования когда было три группы плацебо apaquela преднизолон и собаки сенсибилизированные к аллергену полевого клеща исследовались в этих группах то есть видно здесь что на внутрикожную инъекцию 8 собак группе плацебо 8 собак группе apaquela то есть сто процентов собак реагировали положительно при этом в группе преднизолона всего 50 процентов то есть преднизолон да в данном случае мы использовать не можем apaquela пожалуйста ничего не мешает также данные такие же мы получили при серологических исследованиях на иммуноглобулины то есть аллерген специфические иммуноглобулины и уровень их на apaquela не снижается она преднизолоне снижается тоже это вот видно из исследования сможем apaquela использовать миф номер три то что apaquela серьезно меняет показатели крови что он вызывает лейкопению и ряд что повышает печеночные показатели и так далее то есть это тоже мы часто слышим на самом деле в наших исследованиях при высоких дозах apaquela использовался то есть были 3 5 10 и 15-кратные дозировки при этом на всех этих дозировках он использовался два раза в день в течение 26 недель то есть это довольно длительный период более полугода и даже при пятикратных превышенных дозах никаких клинически значимых изменений показателей крови не наблюдалось они могли меняться то есть от первоначальных значений тысу собаки измерялись показатели крови да они могли меняться если не могли какие-то показатели повышаться какие-то снижаться но они не выходили за референсные значения то есть они оставались в пределах физиологической нормы только при 15-кратных дозировках снижалось количество ретикулоцитов ниже нормы все остальные показатели оставались в пределах и как только такие клиенты переходили на обычные нормальной дозировки, даже в пределах физиологической нормы никаких изменений не наблюдалось. Миф номер четыре – это то, что апоквелл является иммуносупрессором. Многие этого очень боятся, говорят, что он иммуносупрессор, мы его длительно применять не можем. На самом деле, я уже говорила на этапе, когда рассказывала патогенез, что он не влияет на количество Т-лимфоцитов, не влияет на их функцию. Не тормозит выработку этих цитокинов, и на физиологические функции клеток тоже. Но одним из доказательств того, что он не является иммуносупрессором, есть у нас исследование по вакцинации. Оно было проведено на щенках биглей трехмесячного возраста. А с какого возраста апоквелл мы назначаем? С года. И использовались, обратите внимание, трехкратные дозировки, в три раза превышенные. И они применялись два раза в день. То есть не две недели, два раза в день, как нам прописано, а потом один. То есть в течение всего периода исследования два раза в день. И при этом проводилась вакцинация. То есть брали первоначально титр в группе плацебо, в группе апоквелла. Проводилась вакцинация поливалентными вакцинами двукратная и однократно от бешенства. И дальше оценивались титры у собак. То есть адекватные сирологические ответы были практически на все заболевания у всех собак. И у шести собак на парагрипп из восьми. Но я еще раз напоминаю, что исследование проводилось на трехмесячных щенках. Иммунный статус у них еще формируется. И они более подвержены инфекционным заболеваниям в этот период. И апоквелл использовался в высокой дозе. То есть при обычных нормальных дозировках, при вакцинации собак старше года, никаких влияний на вакцинацию на титры апоквелл не оказывает. Ну и последний пункт в этом списке – это то, что апоквелл может спровоцировать рак. Боятся врачи его назначать. У нас есть доктора, которые наоборот его используют. При некоторых опухолевых процессах, сопровождающих зудом, успешно это применяют. Хотя это не рекомендация компании Zetis. Апоквелл не является генотоксичным препаратом. То есть он не повреждает генетический материал. При проведении многочисленных исследований по безопасности препарата не отмечалось появление новых, никаких нового образования. Существует гипотеза и предположение, что препараты данной группы могут провоцировать рост уже существующих опухолей. Но никакой доказательной базы под этим нет. То, что действительно апоквелл может спровоцировать. Но, тем не менее, такая теория есть. Поэтому рекомендуется все-таки у таких пациентов лечение проводить под наблюдением ветеринарного врача. И случаи, которые в исследованиях были, случаи нового образования, которые прогрессировали, это были пожилые собаки с опухолями, которые имеют тенденцию, во-первых, злокачественными, во-вторых, имеющие тенденцию к быстрому росту. И в группе плацебо были примерно одинаковые такие же результаты, как и в группе апоквелл. То есть это нам говорит о том, что он все-таки не влияет на образование новых опухолей абсолютно точно и на рост развития уже существующих. В заключение по апоквеллу хочу сказать, что это тот препарат, который дает возможность нам одновременно реализовать потребности как ветеринарного врача, так клиента вашего, так и пациента-собаку. То есть это тот препарат, который универсален, безопасен, эффективен и дает возможность вам в комфортных условиях работать, выстраивать доверительные отношения с вашими клиентами и не бояться развития каких-то серьезных осложнений либо отсутствия эффективности. Но при этом довольно качественно позволяет исключить и выключить зуд и улучшить качество жизни наших пациентов. Большое всем спасибо. Если будут возникать еще вопросы по этим препаратам, всегда в вашем распоряжении наши представители. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова